В каждом земном уголке есть места, без которых невозможно понять душу народа, оценить его самобытность. Брест со своей многовековой историей и славным настоящим один из таких белорусских городов. В 2019-м древнему Берестею исполнится тысяча лет, а в эти дни город готовится к празднованию 994-й годовщины со дня образования и 69-й годовщине со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Многое в областном центре сделано и делается. Строится жилье, реконструируется и модернизируются объекты образования и здравоохранения. Европейский вид приобретают городские магистрали. Не свернут ни один из запланированных социальных проектов. Несмотря на трудности, кризисы и многое другое, город живет полноценной жизнью. Кто-то из скептиков иронично ухмыльнется, а такой оптимист, как мэр Бреста Александр Полушенков, уверенно скажет – живет. В своем интервью он рассказал, что радует городского голову. Мы в основном закончим первую очередь строительство, ну самую основную очередь, реконструкцию улицы Ярки-Купава. И уже шутники, которые вешали на стекло, продаются без пробега по Ярки-Купаву, могут повесить, ездят только по Ярки-Купаву. Значит, это приятно. Мы сегодня ведем масштабную реконструкцию всех улиц в южном городке. Мы там открыли магазин, открыли поликлинику, открыли аптеку. Сейчас начинаем строительство школы-сада. Приведем порядок строительства южных городов, когда будет одно из красивых и комфортных мест проживания наших блеща. Много разговоров сегодня ведут горожане по поводу западного обхода и, конечно, строительстве моста, который соединит левый и правый берега. Мост уже есть, а к празднику города его не откроют, как планировалось ранее. Но в сентябре мост заработает в полную силу. А сам проект западного обхода можно причислить к проектам века. Одновременно, если удастся нам поменять первоначально предложенную схему западного обхода, когда мы шли с улицы Зубачева на улицу Смирнова и делали там путепровод, а удастся снести нефтебазу и пройти створ улицы лейтенанта Рябцева, мы решаем сразу массу проблем города. Мы соединяем левую и правую сторону мостом, мы разгрызаем центральную часть города, мы сносим особо опасный для города объект, это нефтебазу в центре города. Значит, мы решаем проблему переезда пресс-дивизий лейтенанта Рябцева и Дворникова, которые всем, по-моему, мы уже осочертили за все это время. Мы соединяем Дубровку, Адамково, Речицу, цивильными путями, которые будут сегодня с района аэропорта в центр города, будут ехать 3-5 минут. Из знаковых мероприятий, которые ждут горожан накануне дня рождения Бреста, открытие бизнес-центра на улице Советской. 36-летний долгострой закончен. На месте серого, мрачного здания, современный изыск, который неплохо вписался в архитектуру главной улицы Бреста, станет сюрпризом и открытие первой многоуровневой парковки. Проект пилотный, но есть надежда, что далее последует продолжение. Мы много делаем по социальным сферам. Значит, посмотрите, сколько больничных объектов. Сегодня мы готовим к окончанию строительства поликлинику номер один городскую. Значит, по роддому введены только что новые мощности. На очереди детская больница с функциональным корпусом и дальнейшей реконструкцией. Куча объектов на медицинском нашем городке. Это иркологический диспансер, и, значит, областная больница. Мы насчитываем более 10 объектов. Театр Куков в работе, казначейство заканчивается, жизнь идет. Совсем немного, но приоткрыл Александр Полушенков завесу тайной улицы Гоголя. На наш взгляд, горожан ждет необыкновенный сюрприз. Улица превратится в аллею кованых персонажных фонарей и станет продолжением улицы Советской. Родилась идея, значит, на подобии того же Донецка или Ивана Франковска, который один имеет множество кованых разных композиций, а Донецк имеет целый парк кованых фигур. Значит, но бугиастом мы не стали заниматься. Мы изобрели, что мы сделаем аллею красивейшую нашу. Одну из красивейших улиц наравне с бульваром космонавтов Шевченко и Мискевича. Улица Гоголя, бульварного типа, с учетом того, что она приобретает новое значение. Она будет являться входом в крепость, основным. Через два года мы будем в него входить. Через звезду, значит, это будут приходить гости. А мы, горожане, все мероприятия, будем идти по этой улице, значит, культурно. И мы ее обустраиваем. Там будут представлены кованые фонари, которые, их будет всех 40. В первую очередь мы их презентуем в дню города. Их будет 30. Вот, а интригу оставим, что они из себя представляют. Разговор с Александром Полышенковым можно было бы продолжать до бесконечности. Идей, планов. Задумок у него очень много. Но самое главное, по его же словам, все нужно делать основательно. Пусть не на века, но на долгие-долгие годы. Чем можно удивить еще? Ответ городского головы довольно прост. Я думаю, что удивлять не надо гражданам. Надо создавать такие условия жизни, чтобы было очень комфортно, уютно жить. Значит, жить в достатке. Если в достатке и комфортно жить, значит, то, что нам надо. И мы сегодня работаем над тем, чтобы обеспечить вот эти условия. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.